Кхм-кхм. Дисклеймер. Наверное, многие слышали про советскую власть. Что-то там в 20 веке, красного цвета, рабочие крестьяне, ну и так далее. Но что такое советская власть как таковое? Чем советская власть отличается от Государственной Думы России или Парламента Великобритании? И что такое парламент вообще? Давайте попробуем разобраться. Сегодня мы рассмотрим видео канала «Держать курс» и порассуждаем над тем, почему киненавидят левых пропагандистов. В России федеральное собрание, в США – Конгресс, в Германии – Бундестаг, в Великобритании – парламент. Слова разные, но смысл один – все это высший законодательный орган страны. Вообще-то есть серьезные различия между системой западной системы, буржуазной системой советской. Классическая советская система подразумевает как раз-таки преодоление разделения властей, которое декларирует буржуазная власть. В частности, большевики и советский опыт основывались на тезисах Жанна Жака Руссо, который критиковал в свое время буржуазное разделение властей и выдвигал против этого концепцию о народном суверенитете. Итак, как же это работает? Вы создаете партию, затем накануне выборов в парламент проводите рекламную кампанию, и чем больше голосов вы получите, тем больше у вас будет мест в парламенте. На первый взгляд кажется, что благодаря парламенту власть формируется снизу вверх, народ ходит на выборы и таким образом поднимает на вершину своих представителей. Но это не совсем так. Народ действительно поднимает наверх тех, кого он выбирает. Но зачастую народ не выбирает тех, кого он будет выбирать. Иными словами, какие именно на выборах будут партии и кандидаты, зачастую не зависит от избирателя. Практически создать свою партию стоит денег, проводить рекламную кампанию – тоже. В реальности, а не на бумаге, у народа этих денег нет. Фактически он отстранен от возможности выдвигать своих кандидатов и вынужден выбирать только из того, что есть. Получается, что богатые навязывают выбор бедным. Это не очень демократично, не так ли? Но именно так мы сейчас и живем. Такова реальность. Проблема «Держать курс», как и других многих левых пропагандистов, в том, что они берут заведомо изначально хороший тезис, неоднократно подтвержденный, неоднократно подкрепленный материалом, и сопровождают его абсолютной чушью о том, что происходило при социализме, о том, что происходило при советской власти. Ролик «Держать курс» поднимает, в общем-то, правильные проблемы функционирования современного капитализма, современной парламентской системы, но в то же время создается совершенно ложное противопоставление того, что есть некая плохая буржуазная система и некая хорошая советская система. Пожалуй, разберем то, как «Держать курс» характеризует советскую систему, как автор канала подходит к рассмотрению буржуазного парламента и пролетарской политической системы. Возьмем так называемую «Сталинскую конституцию» от 1936 года. Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся, кумунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами. Человек, далекий от политики, может и не заметить разницы в сравнении с парламентом, а на деле это революция. Советский Союз гарантировал, что каждая общественная прослойка может быть представлена во власти. Рабочие, колхозники, интеллигенция, военные, молодежь, а также нэпманы и прочие деятели. В частности, если мы возьмем Конституцию 1918 года или Конституцию 1925 года, которые почему-то по счастливой случайности выпали из рассмотрения канала «Держать курс», мы увидим, что не избирают и не могут быть избранными, если входили или входят в одну из перечисленных категорий. Лица, прибегающие к нынему труду с целью извлечения прибыли, лица, оживущие на нетрудовой доход, проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и тому подобное. Игнорирование таких фактов не красят людей, которые претендуют на объективное и всестороннее рассмотрение государственных систем власти. Подобное рассмотрение полностью игнорирует подзаконы и акты. Оно игнорирует также различные законы, связанные с избирательным правом. Почему мы рассматриваем Советскую Конституцию в отрыве от всего этого, мне лично непонятно. Более того, если мы возьмем современную буржуазную Конституцию Российской Федерации, то мы увидим там также достаточно большое количество правильных, казалось бы, и грамотных вещей. Только почему-то левыми пропагандистами эти вещи ставятся под сомнение, а те вещи, которые написаны в точно таких же Конституциях 1936-1977 года, под сомнение не ставятся. Конечно, ни о каком индивидуальном выдвижении речи быть не могло. Да и зачем? Если ты идешь во власть не от коллектива, а от себя лично, то встает вопрос – зачем? Чьи интересы ты собираешься отстаивать во власти? Свои лично? Тогда политика не для тебя. Советское государство – это общественное государство, народное. Здесь не место индивидуальным интересам. Только почему-то дорогие коллеги из канала «Держать курс» забывают, что коллектив состоит из отдельных личностей. И более того, организация этих коллективов не обязательно должна быть под руководством Коммунистической партии, которая в Советском Союзе далеко не всегда делала правильные, нужные и важные вещи. Стоит вспомнить, например, пламенных коммунистов Горбачева и Ельцина, выдвинутых от КПСС в свое время, а также левых диссидентов, которые в КПСС не состояли и, более того, терпели определенные лишения от советского строя. В частности, например, Борис Бульбинский, Александр Тарасов, Борис Когорлицкий – все эти деятели в той или иной степени были охарактеризованы советским строем как антипартийные и антигосударственные деятели. По всей видимости, автору канала «Держать курс» – такие люди либо менее близкие, чем вышеупомянутые Горбачев и Ельцин, либо он просто о них не знает, либо не рефлексирует на тему их вклада в международное и российское левое движение. Часть из этих людей пыталась создать альтернативные к текущей коммунистической партии коллективы, в которых бы они могли развиваться, в которых они могли бы составлять свою политическую повестку и с которыми они могли бы выдвигаться в советской избирательной системе. Однако, возможно, многие слышали, что выборы в Советском Союзе были безальтернативными. Это правда. Кандидат в депутаты от своего округа не имел конкурентов. Ты либо выбираешь его, либо нет. Поэтому говорят, что Советы – это диктатура, а парламент – это демократия. Но на деле все наоборот. Давайте посмотрим, как это выглядело на практике. Возьмем работу некого Александра Фокина, доцента Челябинского государственного университета. Выборы в СССР в 1960-70-х годах. Симуляция или элемент демократии. Можно говорить, что голосование было только завершающей частью сложного избирательного процесса в рамках советской демократии. Процедура отбора наиболее достойных кандидатов основывалась на требованиях, которые выдвигались к потенциальным кандидатам. В свою очередь, конкуренция велась не за голоса избирателей, а за определенный символический капитал. Человек, который более всего соответствовал идеальному типу депутата в рамках поля советской политики, получал одобрение как со стороны властных институтов, так и со стороны населения. Челябинский обком отмечал, что отдельные горкомы и райкомы партии, первичные парторганизации, невнимательно отнеслись к подбору отдельных кандидатов, заблаговременно не выяснив отношения коллектива к рекомендуемым товарищам. Необходимым требованием кандидатам депутаты было одобрение коллективами, то есть они, по сути, выбирали до выборов, а в день голосования просто официально подтверждали свой выбор. Автор канала «Держать курс» сам здесь не делает акцента, но упоминает факт, что отдельные райкомы и горкомы Челябинской области не выяснили заблаговременно отношения коллектива к кандидатам. Возникает вопрос – недоработка или намеренная ситуация? Глупость или измена? Почему мы постоянно пытаемся въедаться в каждое слово буржуазного деятеля на предмет лжи и фальсификации, и в то же время совершенно не проверяем слова и информацию от формально своих? Слово «формально» имеет тут определенную значимость, так как концепция партии-бюрократии-предателя в современном коммунистическом движении сегодня является главенствующей. Такая критическая нам теория нужна? С двойными стандартами? Или все-таки будем проверять информацию и факты вне зависимости от того, кто нам их сообщил? Поэтому-то в Советском Союзе и не было альтернатив. Они все отсекались с самим народом еще на этапе подбора кандидатов. Какой народ, если речь идет о партийных организациях? Конечно, можно заниматься спекуляциями на тему того, что партия ум, честь и совесть эпохи, партия является выразителем интересов народа. Но, как мы видим по событиям позднего советского периода, это было не так и было достаточно далеко от действительности. Организацию выбора на местах можно рассмотреть в рамках Челябинской области в 1966 году. После объявления избирательной кампании, Бюро обкома 15 апреля принимает постановление об организаторской и массово-политической работе партийных организаций в связи с выборами Верховный Совет СССР и утверждает план мероприятий. Далее проводятся совещания с заведующими городских и районных комитетов. Образуются 11 избирательных округов по выборам Совет Союза и один по выборам Совет Национальностей. С 13 по 18 апреля проводятся собрания трудовых коллективов по выдвижению кандидатов в члены окружных и участковых избирательных комиссий. В них вошло 17,5 тысяч человек, из которых 49,3% были женщины и 46,6% беспартийные. Благодаря такой системе выборов в высших эшелонах власти можно было увидеть монтажницу, телятницу, машиниста комбайна, столевара, сдачницу огнеупорных изделий, горбачёва, ельцина. Мне продолжать? А кого можно увидеть во власти сегодня? Куда ни плюнь, сплошные бизнесмены или их ставленники? Почему полностью игнорируются депутаты в западных странах, которые являются представителями коммунистических партий и организаций, мне лично непонятно. Почему-то парламент в буржуазных странах рассматривается сугубо как система, в которой нет никакого представительства рабочих. Между тем, и оно есть. И оно появляется в результате классовой борьбы. Почему она всячески игнорируется автором канала «Держать курс» мне лично непонятно. Более того, на протяжении всего периода существования практики без альтернативных выборов она критиковалась со стороны населения. Количество предложений по введению альтернативных выборов было значительно заметно в общем потоке корреспонденции высказываний, например, в ходе обсуждения программы КПСС 61-го года. Известны имена и фамилии следующих авторов. МВ Корчагина из Саратова, М. Болдарев из Тамбова, Ленинградцы А. И. Олобов, Граждане Васильев, Матюхов, Данилов. Также высказывают за альтернативных выборов Кхабаровчанин и Клейн, А.Н. Никонов из Рыбинска, С.Г. Гордеев из Ульяновска, Некто Ширяев из Новосибирской области и Некто Русаленко из города Анапык, а также А.М. Новицкий из Москвы. Отмена без альтернативных выборов поддерживали ряд выступлений на сталинской конференции города Еревана, в парт-организации города Воскиаск, Ахурянского района, в типографии статус-дата и других местах, о чем говорит информация ЦК Компартии Армении. В ней также приводится апелляция к тому, что данная мера будет способствовать дальнейшему развитию советской демократии. Письмо члена партии Агевнина из города Горький в качестве мотивации для ведения данной меры говорит о том, что это мероприятие обеспечит возможность выбора и поднимет ответственность депутатов. Данное письмо приводится в информации журнала «Коммунист». Предлагалось также предварительно обсуждать в первичных организациях кандидатуры в состав райкомов и горкомов. Эта идея содержалась в информации Киевского обкома КПСС и поступила от служащего Литвиненко из Москвы и Пельц из города Сталина. Из 373 предложений, поступивших в группу 11 по подготовке проекта программы КПСС, 19 было посвящено теме отмены безальтернативных выборов. Еще одним важным отличием Советов от парламента была возможность отзыва депутатов Вообще-то отзыва. Об этом пишет в частности Петров в своей книге «Конституционно-правовой механизм отзыва депутатов Российской Федерации» вплоть до самого высшего уровня. В парламентских же странах как все происходит? Вы выбираете из чужих кандидатов, которые всю предвыборную кампанию вешали вам лапшу на уши, что они столько всего для вас делают, если вы проголосуете за них. Вы доверились и проголосовали. Депутат избрался и тут же забывает про свои обещания. Все 4, 5 или 6 лет в зависимости от страны депутаты парламента либо ковыряют носу, либо обслуживают инвесторов и спонсоров своей партии. А так как рабочий народ не входит в их число, то и на интересы его плевать. Здесь автор канала «Держать курс» явно лукавит, поскольку незнаком с материалом. Есть существенные контрпримеры. Великая французская революция. Казалось бы, буржуазная революция. Во времена которой Робеспир отставил тезис о необходимости контроля со стороны избирателей над корпусом делегируемых лиц. На практике же в революционной Франции императивный характер делегативного мандата возник на фоне революционных событий в Париже в 1793 году. Однако императивный мандат до этого запрещался во Франции как препятствие для концентрации власти в руках государства. Еще до явного запрета в французской конституции 1791 года монархические силы уже выступали против практики использования императивного мандата. Таким образом, в западноевропейской практике того времени мы видим и действия, направленные в поддержку императивного мандата правила отзыва депутата и действия, направленные в качестве противодействия. Несмотря на то, что западноевропейская и американская законодательные практики не имели необходимости введения правила отзыва депутата, есть все же и исключения. Таким образом, в ряде штатов США избиратели на момент первой половины 20 века могли подать прошение об отзыве депутата. Количество необходимых избирателей разнилось 25% для Аризоны, 30% для Северной доходы, 35% для Ушегтона. Это количество необходимых избирателей носило только рекомендательный характер. В Аризоне, Калифорнии и их Колорадо действовало ограничение на отзыв депутата. Оно было возможно не раньше, чем через 6 месяцев после избрания выборного лица. Законодательство Аризоны, Невады, Колорадо и Висконсина определяло необходимое количество избирателей, подписавшихся под петиции не менее 25%. Штат Калифорния 12%. В штате Канзас существовал также ценз на участие в праве отзыва не менее 10% избирателей, принимавших участие в тех выборах, в которых был избран этот депутат. Право отзыва депутата существовало и в некоторых кантонах Швейцарии, таких как Ааргау, Базель-Сельский, Берн, Люцерн, Золотурн, Тюргау. Статья 14 Конституции Кантона Базель-Сельский определяла необходимое количество избирателей для отзыва выбранного лица в 1500 человек. Статья Конституции Кантона Золотурн определяла необходимое количество избирателей Это определяло необходимое количество избирателей для отзыва выбранного лица в 12 тысяч человек. В Англии времен первой половины 20 века депутат мог быть отозван при банкротстве, а также при лишении подводства или избирательных прав. В случае с Освальдом Мосли, предводителем британских фашистов, существовала скандальная ситуация. Будучи избранным от лейборейской партии, он в процессе своего депутатского срока вышел из нее и вступил в фашистскую партию. Это, в свою очередь, повлекло за собой недовольство избирателей. Однако до отзыва дело не дошло ввиду того, что Мосли порежал обвинения в свою сторону тем, что депутатский мандат был за ним как за физическим лицом, а не как представителем лейборейской партии. В западных капиталистических странах все значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И вследствие этого деятельность канала «Держать курс» направлена, к большому сожалению, на вульгаризацию и упрощение марксизма, что влечет за собой кучу ошибок, которые справедливо критикуются нашими оппонентами. Короче, как только депутат избрался в парламент, то сделать ему вы уже ничего не можете. Захотел он принять пенсионную реформу, он ее примет, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. А в системе Советов такое было исключено. Он тут же лишился своего депутатского кресла за антинародные законы. А пока вновь откроем Конституцию СССР. Теперь пусть будет 1977 года. Статья 107. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты. Депутат, не оправдавший доверие избирателей, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законном порядке. Кроме периода с 1936 по 1956 годы, потому что в этот период не существовало принятого положения об отзыве депутата, была принята новая Конституция, а старые положения под нее не подходили. Это создавало проблему и отзывы в этот период были на основании статьи Конституции, а не на основании каких-то конкретных положений. 20 лет не были прописаны основания, не были прописаны сроки, не были прописаны конкретные положения отзыва депутата, что создавало правовую коллизию. Почему-то все это либо не упоминается, либо сознательно игнорируется автором, и это создает совершенно вульгарную, упрощенную концепцию восприятия Советского Союза, как некого идеального общества, в котором все было хорошо, а в буржуазных обществах было все плохо. На самом деле, все эти процессы значительно сложнее и противоречивее, чем может показаться на первый взгляд. И это не просто пунктик Конституции. Эта система реально работала. Ответственность депутата перед избирателями лишается содержания смысла, если не предусматривает гарантии, то есть наделение избирателей соответствующими санкциями. Высшее из них – право отзыва депутата. Давайте же посмотрим те конкретные доказательства, которые приводит канал «Держать курс». Избиратели весьма активно пользуются правом отзыва. С 1960 по 1982 год из состава всех Советов было отозвано более 9000 депутатов. В 1981 году из состава местных Советов – 387, не считая депутатов, лишенных мандатов в связи с привлечением к уголовной ответственности. Необходимо улучшить качество отбора кандидатов депутаты. Практика показывает, что прекрасный производственник, как депутат, может не обладать необходимой компетентностью и должной деловитостью. В результате страдает не только он сам и его авторитет, но и авторитет Совета в целом. Вслед за неким Зиновьевым автор канала «Держать курс» также умалчивает, каким было общее количество депутатов в это время. В частности, давайте разберем примеры из разных советских периодов, чтобы понять, что ситуация на самом деле куда печальнее, чем может казаться. 1986 год. В РСФСР было всего депутатов 1 146 290. Из них выбыло 36 011, отозвано 228. Выбыло 3%, отозвано 0,02%. 0,02% – это достаточно маленький процент в сравнении с общим количеством депутатов. Мы приведем несколько графиков, которые показывают положение дел в 1986 году, в 1981 году, в 1978 году, в 1980 году и других годах. Газета «Московские новости» пишет. В 1959-1987 годах из Верховного Совета СССР по требованию избирателей было отозвано 13 депутатов. Так, в 1961 году отозван первый секретарь Ленинабадского обкома КП Таджикистана Халик Ибрагимов. Он систематически завышал сведения о выполнении планов производства хлопков в области. Просто сравните степень репрезентативности. Кстати, если вы желаете отдельное видео по императивному мандату в зарубежных странах, СССР, а также в современности, пишите в комментарии. Мы сделаем отдельное видео. Часть материала будет повторяться, но мы затронем также подробнее возникновение императивного мандата, его работу в Парижской коммуне в 20-30-х годах, а также использование отдельных его черт в современности. И обсудим такие явления, как наказы и отчетность, которые также являются составными частями императивного мандата. Рекомендуем обратить также внимание на видео с ноябрьского лектория с прошлого года. В частности, там был мой доклад на тему императивного мандата в 17-е и 36-е годы. Так почему же ненавидят левых пропагандистов? Я ни в коем случае не хочу умолить стремление заниматься пропагандой. Прошу заметить некачество материала. Автора канала держать курс и нести доброе, разумное и вечное. Однако, подобное деление на хорошее пролетарское и плохое буржуазное не то что рисует вульгарную картину, оно рисует картину в корне неверную. К сожалению, очень часто добрые и светлые намерения донести до людей необходимость коммунизма превращаются в авторитарно-консервативную конспирологию. Слишком часто левые пропагандисты намеренно распространяют просоветские мифы 90-х и нулевых годов, что идет большой вред движению. Распространение подобных мифов придает коммунистам вид и содержание глупых людей, неспособных к анализу информации. Часто левая аудитория ведется на эти мифы, расслабляется, ведь готовые ответы дали уже за них, и попадает в своеобразную зону комфорта. Об этом мы говорили в нашем первом ликбезе о поиске и чтении литературы. Фактически, такая деятельность вводит от классовой борьбы. И здесь это выражение действительно уместно. В сторону памяти и апологетики советского общества, и чтение устаревшей литературы ради самого процесса, а не ради результата. Как следствие, все это не имеет ничего общего ни с коммунизмом, ни с наукой, ни с познанием действительности. К сожалению, левые блогеры сегодня распространяют буржуазную мифологию наизнанку, чем пользуются консерваторы для выхолачивания революционной сущности в Советского Союза и его попытках в левость и демократичность. Что стоит делать вместо этого? Критически изучать все наследие левой буржуазной мысли после 1924, 1936, 1953 и других считающихся апокалиптическими годов. Критически относиться к самому марксизму, проверять каждый тезис предшественников, левых пропагандистов и своих товарищей. В этом нет ничего буржуазного. Лишь анализ конкретный, анализ здесь и сейчас, без абстрактных слов про «когда-нибудь проанализируем» сдвинет коммунистическую теорию с мертвой точки.